Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе я хотела бы вам показать, как сделать вот такие замечательные шнурочки или жгутики. Я их обычно использую для завязочек на шапочке, либо украшения на кофточках, где капюшончик. Ну, то есть, часто также использую такие вот тоненькие из буквально нескольких, в общем, из нескольких ниточек, так сказать, делаю тоненькие для пинеточек, вставляю, то есть, делаю дырочки в пинеточках и вот такие вот шнурочки-завязочки делаю, для того, чтобы не слетала пинеточка с ножки. В общем, я надеюсь, что такие шнурочки, в принципе, ну, я так думаю, не надеюсь, я так думаю, что, в принципе, такие шнурочки можно использовать где угодно, даже сделать несколько таких шнурочков для того, чтобы завязать занавесочку, в общем, чтобы, ну, как бы ее открытое оставлять. Вот вы завязали шнурочек, вот так вот, и на бантик на какой-нибудь, в общем, завязали, и вот шторочка у вас уже с бантиком, так сказать, завязана. В общем, вам понадобится, если вы будете делать толстенький шнурочек, то вам понадобится хотя бы три длинных ниточки, если более тоненькие, то тонкая пряжа и максимум две ниточки. Я вам сегодня хотела бы показать из толстой пряжи, ну, буквально так, чтобы вы видели. Я взяла небольшие кусочки ниточки, то есть, смотрите, отрезайте, смотря какой длины вам нужен шнурочек, но отрезайте с запасом того, что шнурочек при завертывании, в общем, уменьшается. То есть, хотя бы раза в два длиннее отрежьте, ну, там где-то пол раза в два, ну, то есть, я вот отрезала вот такой кусочек ниточки, сейчас вы посмотрите, что с него получится. И вам нужно вот разделить напополам вот эти ниточки, зафиксировать. То есть, я взяла вот здесь просто иголочку, сейчас ей зафиксирую, если же лучше всего, конечно же, какой-то, к примеру, так сказать, как бы вам объяснить, в общем, за что-то зацепить, за какой-то предмет, я обычно делаю за настольную лампу. Итак, смотрите, вот вы зафиксировали ровно посередине вашей ниточки. Теперь, смотрите, берете правую сторону и крутите вот так вот в левую сторону, то есть, как бы начинаете закручивать, вот видите, я закручу, либо в правую сторону, как вам удобно, но обязательно вот так вот крутите, крутите, вот если вот так отстреливает, снова крутите, крутите. Чем больше вы закрутите ниточку, тем у вас, как бы, будет сильнее завернуто, в общем, такой будет красивый узорчик. Теперь, смотрите, фиксируете вот так вот в ручке эту сторону, и если вы крутили в левую сторону, как и я, то вторую часть продолжаете крутить тоже в левую сторону, то есть, в одну сторону. Если вы крутили первую в правую, то вторую тоже в правую, то есть, вам нужно закрутить по отдельности обе части в одну сторону. Еще раз вам напоминаю, если возьмете больше, как бы, ниточек по количеству, то у вас шире получится жгутить. Все зависит от ваших ниточек, от ваших веревочек, так сказать, от толщины. Теперь, после того, как вы закрутили максимально, вот как вам нужно, вот эти кончики завязывайте вот так вот на узелок. Я вам показываю еще раз, скажу, на коротком, чтобы вам было просто видно на камере. Если вам нужны длинные, то максимум длины, вот, обрезаете, потому что у вас в два раза меньше будет жгутик. Вот, я зафиксировала кончик, и теперь вот так отпускаете, и разравниваете. Вот, смотрите, вот у вас получился. Вот я сейчас вам вытащу. Крепеж нам уже не нужен. Вот у вас получилось, помните, какие ниточки, да, мы с вами отрезали. То есть, те ниточки, которые вы заворачивали в две части, вот у вас эта часть и получилась. То есть, если вам нужно в два раза длиннее, то отрезаете двойные ниточки, соответственно, в двойную длиннее. Вот, смотрите, у вас такой жгутик получился. Он довольно-таки ровненький, красивенький. Вот, если вы закрутите еще сильнее, то он получится более такой вот мелкий. Если вот, как я, не слишком сильно, то вот он, смотрите, у вас расправленный. А затем, смотрите, вот у вас здесь, вот так вот, если немножечко развернуть краешек, получается вот такая петля. То есть, начало, где мы вот фиксировали. Потом за эту петлю берете крючок и протягиваете вот так вот, ну вот, допустим, у вас вязание, вот петли. Вы берете крючком, протягиваете то место, где вам нужно и делаете вот такую вот воздушную петельку из жгута. И фиксируете. Вот у вас жгут уже одет. Это если, к примеру, с шапочкой. Если же вам жгут нужен на пинеточку, вот как в этом случае, то вот я его накрутила. Видите, у меня тоже такой кончик. И здесь. Вам нужно с обеих сторон завязать узелочки. Вот так вот. И обрезать одинаково, распушить. То есть, вот у вас получается жгутик на пинеточку. Я надеюсь, что вам мой сегодняшний видеоурок помог. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok